В эфире седьмого канала новости в студии Игорь Буренко. Здравствуйте. Сменил маршрут. Круизная компания «Червона Рута» не комментирует неожиданную смену направления круизным лайнером «Река-море» генерал Ватутин. Несколько лет судно стояло в Киеве, как сообщает думская НЭТ. 1 июня лайнер вышел из столицы в так называемый «Горящий круиз». Но не заходя в конечный пункт, порт Одесса, он двинулся из Херсона прямиком в Измаил, а потом в Вилково. Вчера в 5 часов утра лайнер неожиданно взял курс на Крым. Ночь провел возле южного берега оккупированного полуострова, а утром возобновил движение. Согласно АИС, судно идет в Ростов-на-Дону. Объяснений такому странному поведению пока нет. Как сообщили нам в Усть-Дунайском порту, где накануне стоял Ватутин, судно пришло после ремонта и было без пассажиров. В круизной компании «Червона Рута», которая является якобы судовладельцем генерала Ватутина, информацию не комментирует. В то же время в регистре судоходства Украины Ватутин принадлежит кипрской компании «Бриз Круиз Лайнс Лимитед». В Одесской области хотят создать новый единый национальный парк. Назвать его планируют перлы на Басарабии. Объединить, думают, Тузловские лиманы, Тарутинскую степь и Нижний Днестровский национальный природный парк. В общей сложности это около 60 тысяч гектаров земли. Многие ученые в Одессе, в Украине поддерживают нас. И проблема только в том, что Министерство экологии заигрывает вместе с Министерством обороны. Видимо, у них есть интерес у обоих деребанить дальше эту землю. Поэтому они саботируют, говорят, да нет, национальный парк это долго, и это не получится у вас. Получится все. Мы подали ходатайство по процедуре закон о природном запретном фонде. Есть процедура 53 статья, где любой гражданин, даже не только национальный парк, может подать ходатайство научно обоснованное о создании какой-то территории объекта природного запретного фонда. По словам Ивана Русева, ходатайство было подано еще в январе этого года, однако до сих пор нет никакого ответа из Министерства экологии. Хотя по закону на него есть всего не больше месяца. Больше новостей уже услышите в 16.00. Следить за новостями нашего канала всегда можно на официальном сайте в социальных сетях. Ну а если вы стали очевидцем интересного события, звоните нам в студию. Телефон 726-3226. Дальше эфир седьмого канала продолжает передача Добрый день на седьмом. Я передаю слово моей коллеге Татьяне Милинко. У нее в гостях Дмитрий Самофалов поговорят о безопасности в летний период.